Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. На нашем канале вы найдете много интересной и полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины. Причем как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. А сейчас мы открываем очередной обзор из серии «Куда смотреть при покупке поддержанного автомобиля». Героем нашего сегодняшнего сюжета будет весьма популярный на российском рынке автомобиль, который по праву может претендовать на звание народного. Встречайте, Renault Duster первое поколение. Renault Duster первого поколения появился на российском рынке в 2010 году. До 2015 года автомобиль выпускался в дорестайлинге. В 2015 году машина прошла через обновление, которое выразилось не только в измененной светотехнике, решетке радиатора и прочих внешних штрихах, так и в некоторой модернизации, в том числе силовых агрегатов. Однако на вторичке на российском рынке все же чаще представлены бензиновые версии с двигателями объемом 1,6 литра, либо с двигателем 2 литра. Как раз такой экземпляр сегодня герой нашего сюжета. Это машина 2016 года выпуска. Здесь двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 143 лошадиные силы, механическая шестиступенчатая коробка передач и полный привод. По традиции обзор автомобиля мы начинаем с разговоров о кузове, о том, как он покрашен и насколько хорошо или наоборот плохо он сопротивляется нашим дорожным реалиям. В том, что касается толщины лакокрасочного покрытия, у Renault Duster с этим в принципе все стандартно, как для любого другого автомобиля. Разброс показаний толщиномера для заводского окраса этого автомобиля будет в среднем колебаться в районе от 100 до 150 микрон. Покрашен кузов в принципе неплохо, однако эта машина, ну как и большинство других, имеет места, скажем так, повышенного сколообразования. Это кромка капота и передний торец крыши. Ничего удивительного. Однако у Renault Duster есть также и ряд моментов, которые характерны именно для кузова этого автомобиля. Так, в частности, при покупке осматривайте район задних крыльев. Эти выпирающие части особенно подвержены сколам и пескострую из-под колес. Поэтому, если вам повезло купить Duster с некрашенными крыльями в хорошем состоянии, лучше озаботиться их защитой заблаговременно и наклеить сюда, например, бронирующую пленку. Второй характерный для Duster кузовной момент – это краска на порогах, которая вышаркивается дверным уплотнителем в процессе эксплуатации. Поэтому, если вы смотрите подобную машину и обнаружили вот такой вот дефект на пороге, не спешите пугаться. Как правило, никакого дальнейшего развития эти потертости не получают. Также традиционным для Renault Duster местом появления рыжиков, которые, в общем-то, носят локальный характер и больше досаждают косметически, является место стыковки хромированной накладки пятой двери с металлом кузова. Ну и в завершение. Для дорестайлинговых автомобилей были крайне характерны трещины лакокрасочного покрытия, которые появлялись в месте стыковки панели заднего крыла и задней кромки крыши. С рестайлингом машины эту проблему вроде бы как пытались исправить, увеличив длину сварного шва по кузову. Однако, какого-либо эффекта это не возымело. Благо, дефект этот носит чисто косметический характер, и если не присматриваться специально, как правило, в глаза не бросается. Также при осмотре поддержанного Renault Duster, не лишним будет убедиться, что коврик в ногах переднего пассажира на данном конкретном экземпляре не мокрый, поскольку на этих машинах попадается фирменная реношная болячка, выражающаяся в том, что слетает с посадочного места трубка дренажа кондиционера, и, соответственно, влага устремляется в ноги переднего пассажира. Также, если вы осматриваете дорестайлинговый Duster, а особенно машину, выпущенную до 2012 года, обратите внимание, чтобы место стыковки, подводящей трубки к форсунке омывателя ловового стекла на капоте, было сухим, поскольку в случае, если она начинает протекать, расположение форсунки приводит к тому, что вся жидкость стеклоомывателя льется напрямую на катушки зажигания и свечи. Со временем подобное может приводить к выходу катушек из строя и, соответственно, появлению троения. На рестайлинговых автомобилях компания Renault эту проблему устранила, поставив туда модернизированную версию форсунок омывателя лобового стекла. В том же, что касается надежности бортового электрооборудования, Renault Duster, в какой комплектации он бы ни был, держится молодцом. В любом случае, эти автомобили достаточно просты в плане электрики. И самое страшное, что на них может встретиться, это, например, глючащие датчики парктроника, поскольку они не слишком хорошо влагоизолированы. Ну, а в остальном, как уже было сказано, автомобиль простой и глюками электрики своим владельцам не досаждает. Перед тем, как переходить к разговорам о силовых установках Renault Duster первого поколения, стоит также сделать две ремарки, касаемые идентификационных номеров кузова и двигателя на этом автомобиле. Основной ВИН-номер на Duster выбит на правой передней чашке кузова. И, соответственно, в случае фронтального ДТП эта зона вполне может пострадать. Поэтому, если вы покупаете подобный автомобиль и знаете, что у машины было ДТП по фронтальной части, лучше на всякий пожарный убедиться, что сама по себе чашка с ВИН-номером не перекрашивалась, поскольку наличие на этой чашке следов повреждений, либо следов ремонта, это лишний повод при постановке автомобиля на учет отправить вас на экспертизу. Что касается номера двигателя, неважно, двухлитрового или мотора с объемом 1,6 литра, расположена площадка с номером на этих автомобилях не слишком удачно. И если передыдущий хозяин не озаботился своевременно с охранностью этого самого номера, табличка может достаться вам в изрядно проржавевшем состоянии. Что также, в случае если цифры не будут читаться, может послужить поводом отправить машину на экспертизу, после прохождения которой вы уже сможете поставить свой Duster на учет. Итак, а теперь поговорим о моторах, которые могли находиться в подкапотном пространстве Renault Duster. На российском рынке вы могли купить эту машину с одним из следующих вариантов двигателя. Бензиновые 1,6 литра, причем на дорестайлинге и рестайлинге это были два разных мотора. Первый развивал мощность 102 лошадиные силы, второй 114 лошадиных сил. Бензиновый двигатель объемом 2 литра, мощностью 135 лошадиных сил на дорестайлинге и 143 на рестайлинговом автомобиле. А также здесь был полуторалитровый дизель, который развивал мощность 86, 90 и 109 лошадиных сил, в зависимости от года выпуска автомобиля. Итак, первый двигатель, про который мы будем говорить, носит индекс К4М. Это двигатель объемом 1,6 литра, рядная четверка с чугунным блоком цилиндров. У этого двигателя два верхних распредвала, 16 клапанов и этот мотор уходит своими корнями в далекий 1999 год. На К4М компания Рено применила гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, соответственно регулировать их вам особо не придется. Привод ГРМ на этих моторах ременный. Ремень подлежит замене раз в 60 тысяч километров пробега. В случае, если этот интервал проспать и не поменять ремень вовремя, при его обрыве клапана загибает. В целом, К4М можно охарактеризовать как архинадежный мотор. Его ресурс до капремонта, как правило, превышает 400-450 тысяч километров пробега. Однако, ряд особенностей, скажем так, у этих моторов все же есть. Так, одна из проблем, которая часто попадается на данных двигателях, это троение. Но здесь, как правило, все достаточно просто. И решается поиском и, соответственно, заменой последующей неисправной катушки зажигания. Также, к пробегам за 90-100 тысяч километров на этих двигателях могут начать подсасывать воздух прохудившиеся прокладки дроссельной заслонки. Это может выражаться в затрудненном пуске двигателя на холодную, а также, собственно, в плавающих оборотах. Соответственно, посмотрите прокладки дроссельной заслонки, почистите дроссель и, скорее всего, проблема будет решена. Также, у некоторых владельцев преждевременно на пробегах 60-90 тысяч километров заклинивал термостат. Но проблема не ахти, насколько дорогая, и решается достаточно просто. Опять же, проблема не носила повальный характер, но случаи такие были. Также, будущим владельцам Renault Duster можно порекомендовать на всякий случай заранее запастись запасным датчиком положения коленчатого вала, поскольку на этих машинах выход из строя этого датчика также периодически попадался. Ну и в завершение, если этот двигатель начинает сопливить и потеть маслом, как правило, следы масла появляются в районе болтов, притягивающих клапанную крышку, а также по стыку самой клапанной крышки с головкой блока. При своевременном обслуживании, регулярной замене масла, раз желательно в 7-10 тысяч километров пробега, этот мотор способен, как уже было сказано, проехать более 400-450 тысяч километров пробега. А это по нынешним меркам очень и очень много. Однако, если вы ищете автомобиль после рестайлинга, то K4M вы уже не купите. Под капотом вашей машины будет стоять другой мотор объемом 1,6 литра. Его маркировка H4M, или, переводя на ниссановскую терминологию, HR16DE. Это тот самый двигатель, который вы можете обнаружить под капотом огромного числа моделей Nissan. В том числе Nissan Qashqai, Nissan Tida, Nissan Note. Также этот же мотор ставится сейчас на Lado Vestu в версии с вариаторной трансмиссией. В общем-то, HR16DE, или H4M, это также достаточно простой и достаточно надежный двигатель. Но блок цилиндров там уже алюминиевый. Также на этом двигателе присутствует фазовращатель на впускном валу и нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно, раз 80-100 тысяч километров, скорее всего, вам придется регулировать клапанные зазоры. Регулируются они на этих моторах уже подбором толкателей. Однако, привод ГРМ на HR16DE, он же H4M, уже цепной. И цепь-то, как правило, не требует каких-либо вмешательств со стороны пользователей до пробегов около 200 тысяч километров. Да и сама муфта фазовращателя на H4M достаточно надежна и редко служит источником головной боли владельца. В целом, какими-либо характерными проблемами этот двигатель также не страдает. Характерная, как и для всех других моторов, течь прокладки клапанной крышки. Здесь можно также встретить, как и на Nissan Note, на Nissan Teida, прогоревшую кольцевую уплотнительную прокладку приемной трубы, которая диагностируется по спортивному реву выхлопа вашего Duster. Ну и отметить стоит только то, что H4M, в отличие от K4M, гораздо менее терпимо относится к перегреву. Поэтому за исправным функционированием системы охлаждения здесь уже придется следить тщательнее. В целом, при должном обслуживании H4M способен проехать более 300 тысяч километров пробега. Если же мотора 1.6 мощностью 102-114 лошадиных сил вам откровенно мало, вы можете остановить свой выбор на 2-литровом бензиновом агрегате. Этот двигатель носит маркировку F4R и встречается на Duster в двух вариантах форсировки. На дорестайлинговых автомобилях мотор развивал 135 лошадиных сил, на рестайлинге 143 лошади. Здесь, как в нашем случае, уже два фазовращателя на впускном и на выпускном валах. И эти муфты фазовращателя периодически бывают источником головной боли. По крайней мере, были источником головной боли для первых владельцев, которые могли столкнуться с их выходом из строя на пробеге порядка 80 тысяч километров. Тем не менее, если вы смотрите для себя 2-литровый бензиновый Duster, обязательно послушайте, как мотор работает на горячую. На нем не должно быть характерного дизеления, поскольку дизельный звук здесь издавать, в общем-то, нечему. Впрыск здесь обычный, никакого ТНВД здесь нету и форсунок высокого давления тоже. Поэтому, если на горячую на моторе вы слышите отчетливое дизельное тарахтение, скорее всего, муфта уже давно просится на замену. Не сказать, что они стоят уж особо дорого, но лишние 10-15 тысяч рублей на ремонт вы в данном случае точно потратите. Надо сказать, что блок цилиндров на F4R, так же, как и на K4M, тоже выполнен из чугуна, что обуславливает ремонтопригодность этого мотора. Правда, вот у владельцев, которые злоупотребляли долгими интервалами замены масла и меняли его, скажем, раз в 15 тысяч километров, поршневая группа зачастую закоксовывается, что приводит к появлению расхода масла. Порядка 3-4 литров на 10 тысяч километров пробега. И случались подобные вещи с этими двигателями уже к пробегам 150-170 тысяч. Регулировкой зазоров клапанов будущему собственнику на этом моторе заниматься не придется. Здесь стоят гидрокомпенсаторы. А вот ремень ГРМ все так же требует замены раз в 60, ну, край, 70 тысяч километров. При его обрыве для клапанов финал будет столь же печален, как и на K4M. Проблемы этого двигателя все те же, что и у предыдущих. Это свечи, катушки зажигания, необходимость следить за частотой дроссельной заслонки и исправностью ее прокладок. В целом, при грамотном обслуживании, F4R также способен пройти порядка 300 тысяч километров пробега. Что касается течи и масла, то на F4R двухлитровом чаще, чем на версиях 1.6, почему-то встречается подтекание заднего сальника коленчатого вала. Он же коренной. Так что при осмотре подобного автомобиля снизу обратите внимание, чтобы на стыке двигателя и коробке передач не было никаких висящих масляных капель. Также для всех двигателей на Renault Duster характерны, в общем-то, достаточно небольшой ресурс роликов приводного ремня вспомогательных агрегатов. Если вы заводите свой Duster и слышите из-под капота какой-то свист или шевестение, шорох, скорее всего, проблема будет как раз в роликах приводного ремня навесного оборудования. Благо, лечится это не так дорого и не так уж сложно. Ну и в завершении скажем пару слов о достаточно редких на вторичном рынке дизельных Duster. Двигатель объемом 1,5 литра носит маркировку K9K и представляет собой 4-цилиндровый турбодизель. О этим моторам стоит сказать следующее. На дорестайлинговых автомобилях эти двигатели развивали 86 или 90 лошадиных сил. Когда-то в свое время, при своем первом появлении, K9K прославился проблемой преждевременного износа шатунных вкладышей, которое могло приводить к их последующему провороту. Причем происходило это на пробегах до 150 тысяч километров. Однако к тому моменту, когда этот двигатель попал на Renault Duster, в общем-то, компания уже произвела работу над ошибками. И довести свой двигатель до проворота вкладышей достаточно сложно, разве что специально, используя очень длинные интервалы замены масла и заливая заведомо некачественные смазочные материалы. Что касается различий дорестайлинга и рестайлинга. На дорестайлинговых автомобилях K9K имел обычную турбину без всякой изменяемой геометрии и топливную аппаратуру фирмы Delphi, которая достаточно критично относится к качеству солярки, которую вы будете в него лить. А также стоит отметить, что интервал замены масла для этого турбодизеля лучше сократить до 5-6 тысяч километров пробега, не больше. В этом случае вы вправе рассчитывать на солидный ресурс. Причем турбокомпрессор также отличается завидным сроком службы, порядка 200-250 тысяч километров пробега. Если вы смотрите рестайлинговую машину, где будет установлен дизель K9K мощностью 109 лошадиных сил, то на нем компания применила уже турбину с изменяемой геометрией, топливная аппаратура, там будет стоять фирмы Siemens, форсунки, которые, скажем так, отличаются большей надежностью по сравнению с Delphi, но при этом на модернизированном дизеле стоит уже другой ТНВД. И если вы смотрите подобный автомобиль с пробегом 150-170 тысяч километров, то при диагностике не лишний будет обратить внимание именно на состояние самого насоса высокого давления. Из плюсов дизельного Duster можно отметить, пожалуй, что значительную топливную экономичность. Расход подобного автомобиля с механической трансмиссией в городском цикле вполне может приближаться к отметке 5-6 литров на 100 километров пробега. Однако подобные машины достаточно редки, и если даже вы найдете такой экземпляр, большой вопрос в каком состоянии он будет находиться и какой пробег там будет. В любом случае, если вы покупаете дизельный Duster, не поленитесь прогнать его через диагностику на специализированной станции, которая занимается именно обслуживанием дизелей. Про двигатели поговорили, теперь поговорим о том, что призвано передавать крутящий момент этих самых двигателей на ведущие колеса. О коробках передач. Механических коробок передач на Duster ставилось две разновидности. Это шестиступенчатая TL8 на полноприводных вариантах и JR5, 5 передач, которая устанавливалась в основном на версии с передним приводом. По самой механической части эти коробки не вызывают никаких нареканий. Единственное, к чему здесь можно придираться, это к ресурсу некоторых компонентов самого сцепления. Если фрикционные накладки способны отбегать порядка 130-150 тысяч километров пробега, в зависимости от режима эксплуатации и навыков пользователя, то, скажем так, демпферные пружины могут сдаться гораздо раньше. А еще более неприятно то, что на этих автомобилях выжимной подшипник и рабочий цилиндр выполнены единым узлом, и ресурс этого узла достаточно небольшой, порядка 70 тысяч километров. Это средняя температура по больнице. Также, если речь идет о дизельных автомобилях с механикой после рестайлинга, там вдобавок будет стоять еще и двухмассовый демпферный маховик, чья замена довольно больно может ударить своего владельца по карману. Так что, если вы купили Duster с механикой, и в настоящий момент у вас нет каких-либо шумов, гула и так далее, у вас из нее не течет масло через сальники, то при условии своевременной замены, а в механической коробке масло тоже нужно менять, хотя бы раз в 80-100 тысяч километров пробега, эти агрегаты будут бегать очень долго. Ну а сцепление, в конце концов, это расходный материал, особенно если вы эксплуатируете автомобиль в режиме городских пробок. Что касается автоматических коробок, на этих автомобилях устанавливался достаточно древний четырехступенчатый автомат, изначально носивший индекс DP0. Далее он был модернизирован и стал называться DP8 для полноприводной или DP2 для автомобиля с передним приводом. Что касается этих классических гидромеханических автоматов, при условии очень щадящей эксплуатации, ресурс этой трансмиссии порядка 250 тысяч километров пробега до первого ремонта. И в данном случае речь идет не о ремонте, скажем так, фрикционной части, механической части коробки передач, а скорее о ревизии гидроблока. Причем с 2015 года, когда коробка была значительно модернизирована, ее надежность также изрядно повысилась. И если ранние версии DP0 достаточно сильно боялись перегрева, то DP8 модернизированная уже, скажем так, более терпима. Но это не отменяет необходимости следить за температурой, не перегревать трансмиссию, своевременно менять в ней масло, своевременно это раз где-то в 80 тысяч километров пробега. А также обязательно прогревать трансмиссию перед тем, как начинать топтать педаль в пол, если речь идет о зимней эксплуатации автомобиля. Что касается подвески Renault Duster первого поколения, схема подвески принципиальная. Здесь следующая передняя часть, это довольно традиционный для этого класса автомобиль, и Макферсон сзади в зависимости от исполнения автомобиля. Если мы говорим про переднеприводную машину, сзади будет полузависимая подвеска, соответственно, с балкой. Если речь идет о полном приводе, как в нашем варианте, сзади будет подвеска многорычажная. Про подвеску Renault Duster, помимо того, что это очень энергоемкая ходовая часть, которая позволяет вам практически не убирая ногу с педали газа, летать даже по дорогам с усовершенствованным покрытием, то есть по гравийным, например. Эта подвеска достаточно ресурсная. Большинство компонентов ее служат за 100 тысяч километров пробег, если мы говорим о новых деталях, которые стояли на автомобиле с завода. Самый минимальный ресурс в этой подвеске, пожалуй, будут иметь тулки переднего стабилизатора. 25-30 тысяч километров пробега до замены в среднем. Чуть дольше проживут стами стойки переднего стабилизатора, около 50 тысяч километров. Но это расходные материалы, которые сдаются первыми практически в любой ходовке любого автомобиля. Также по передней подвеске ресурс, например, шаровых опор, это более 100 тысяч километров пробега. Изначально на первых машинах они были выполнены официально неразборными с рычагом, они были приклепаны. Однако на рынке есть достаточно широкий выбор, как полностью дубликатных рычагов, так можно купить и поменять отдельно шаровые опоры за вполне разумные деньги. Кстати, ресурс сайлентблоков этих самых рычагов редко оказывается меньше, чем 140 тысяч километров пробега до появления первых показаний к замене, как, например, отслоение резиновой части от металлической обоймы. Передние ступичные подшипники на этих автомобилях также отличаются долговечностью и на первые замены просятся, как правило, после 120-140 тысяч километров пробега. Пожалуй, самая дорогая деталь ходовой части на любом автомобиле это рулевая рейка. Так вот, к ее ресурсу на Renault Duster, в общем-то, вопросов никаких нет. Причем неважно, какая версия установлена на вашем автомобиле, с гидравлическим или с электрогидравлическим усилителем рулевого управления. Рейка ресурсная, ходит достаточно долго. Также стоит отметить, что к пробегу порядка 180 тысяч километров на Duster могут начать проситься под замену привода. Чтобы как можно дальше оттянуть момент замены приводов, лучше следить за целостностью пыльников и заблаговременно менять их в случае, если резиновая часть имеет надрывы. Также при осмотре поддержанного Renault Duster обязательно обращайте внимание на то, в каком состоянии находятся крестовины кардана. Не люфтят ли они? В случае, если на крестовинах будет приличный люфт и вам придется их менять, имейте в виду. Изначально, по задумке концерна Renault, этот узел меняется полностью в сборе со всеми крестовинами и подвесным подшипником, как единое целое. Соответственно, цена в каталоге нового кардана на Duster может заставить нервно улыбнуться. Однако, сама компания Renault предлагает восстановленные компоненты по более низкой цене. Ну и третий вариант, это на самом деле обратиться в компанию, которая занимается ремонтом карданных валов, которые поменяют вам крестовины, подвесной подшипник и отбалансируют кардан по новой. Но в любом случае, это дополнительные затраты. Поэтому при покупке Duster, если он полноприводный, обязательно обратите внимание, чтобы на крестовинах кардана не было люфтов. Что касается задней подвески, в нашем случае машина полноприводная, поэтому сзади мы видим большое количество рычагов. Так вот, сайлентблоки в этих рычагах, как правило, начинают проситься на замену после 120, где-то тысяч километров пробега. До этого времени все здесь работает нормально. Как и в случае с передней подвеской, здесь можно заниматься ремонтом при помощи дубликатных запчастей. В этом случае, в принципе, ремонт будет достаточно бюджетным. Что касается каких-то интересных, характерных для Duster особенностей, если мы говорим о первых партиях дорестайлинговых автомобилей, у них было достаточно неудачно расположено ухо, в котором проходит, собственно говоря, оболочка троса стояночного тормоза. Собственно, само это ухо было расположено под прямым углом, и бывали случаи, что кожух троса перетирался, туда, соответственно, попадала влага, и все это дело благополучно со временем могло, в принципе, приржаветь, закиснуть, и стояночный тормоз у вас прекращал работать. В нашем случае машина рестайлинговая, ухо уже расположено под углом градусов 45 примерно к рычагу, и подобной проблемы на рестайлинговых автомобилях более не встречается. По задней подвеске наименьшие ресурсы здесь также имеют, в принципе, стойки и втулки заднего стабилизатора. Порядка 80 тысяч километров все это отхаживает, потом стоит поменять и эксплуатировать машину дальше. Если автомобиль полноприводный, то, соответственно, возникает вопрос, а что у нас с системой полного привода? Система полного привода на Duster в принципе аналогична таковой на моделях Nissan, таких как Qashqai и X-Trail. Задняя ось здесь включается в работу посредством электромагнитной муфты, которую можно вообще выключить из работы, оставив машину на переднем приводе, включить в режим авто, когда задняя ось будет подключаться по требованию при пробуксовке передка, либо заблокировать принудительно, когда с самого старта крутящий момент будет распределяться в пропорции 50 на 50 по осям. Однако никаких дополнительных блокировок на Duster уже больше не будет. В принципе, этого достаточно. Сама муфта на этих автомобилях практически никогда не выходит из строя. И если и встречаются какие-либо проблемы с полным приводом, то, как правило, вина за них здесь лежит на управляющей электронике, а конкретно на проводке и разъемах управления подключением полного привода. На данном автомобиле все это уже прикрыто защитами, которые поставил предыдущий владелец. И несмотря на несколько неприглядный внешний вид в плане облупившейся краски, эта защита свою функцию, в принципе, выполняет. Естественно, при осмотре автомобиля обратите внимание на то, чтобы сальники заднего редуктора у вас также были сухими и ничего нигде не текло. Кстати, масло в редукторе также лучше менять раз в 80-85 тысяч километров пробега, что значительно продлит жизнь агрегатам. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Renault Duster первого поколения? К покупке подобного автомобиля с точки зрения надежности и затрат на эксплуатацию абсолютно никаких противопоказаний нет. Машина получилась достаточно удачная. Она проста по конструкции, не досаждает глюками сложной бортовой электроники, которой здесь просто нету, и все недочеты и недостатки этого автомобиля, скажем так, на виду. Поэтому, выбирая подержанный автомобиль, будет достаточно несложно сориентироваться и подобрать себе подходящий экземпляр. Если приоритет абсолютно точно надежность и ресурс, остановите свой выбор на автомобиле с мотором 1,6 литра, желательно в дорестайлинге с механической коробкой передач. Если же, в принципе, вам мало мотора 1,6, двухлитровый агрегат тоже хорош, если изначально вы не купили его в полумертвом состоянии. Вопросы такого плана, как эргономика, качество материала в салоне и так далее, чисто субъективные вещи. Поэтому здесь каждый сам для себя определяет, нужному подобный автомобиль или нет. А в целом брать можно. Но, как всегда, после тщательной диагностики. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас был или есть Рено Дастер первого поколения, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, подбирающим себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.